Друзья, я приветствую вас в этом видео, меня зовут Евгений Попов. В этом курсе мы с вами будем регистрировать домен для вашего WordPress проекта, а также покупать для него хостинг. Для начала давайте вообще разберемся с этими двумя понятиями – домен и хостинг. Начнем мы, пожалуй, с домена. Если мы обратимся к Википедии и посмотрим полное определение термина «доменное имя», то здесь все очень печально, здесь все дано таким сложным языком, который я даже не буду читать, чтобы не забивать вам голову. Давайте скажем по-простому. Доменное имя – это, по сути, имя вашего проекта в сети интернет или, можно сказать, адрес даже, точнее будет сказать, что это адрес вашего проекта в сети интернет. Я думаю, вы уже много раз сталкивались с доменными именами. У каждого проекта оно свое, и оно позволяет идентифицировать этот проект в сети интернет и обратиться к нему через любой веб-браузер. Например, вот у данного проекта доменное имя photoshopmaster.ru, у данного проекта доменное имя evgenypopov.com, у данного проекта доменное имя photomonster.ru и так далее. Такое же доменное имя, соответственно, должно быть и у вашего проекта, который вы собираетесь строить на WordPress. И дальше в этом курсе мы с вами будем говорить о том, как это доменное имя на себя зарегистрировать. Следующий элемент, который нам нужно понимать – это хостинг, понятие хостинга. Что это вообще такое? Чтобы понять, что такое хостинг, нужно вспомнить, что любой веб-сайт – это по факту просто совокупность файлов, которые находятся на жестком диске, и информации, которая хранится, как правило, в базе данных. И чтобы это все работало в интернете, то такие файлы должны храниться на каком-то сервере. База данных, опять же, должна работать на каком-то сервере. И вот эта совокупность ресурсов, которые позволяют вам ваш сайт обслуживать, то есть это место на жестком диске, это инфраструктура для работы базы данных вашего сайта, это процессор, который обслуживает запросы к вашему сайту и так далее. Все это по факту называется хостингом. То есть, по сути, это просто какая-то часть ресурсов определенного сервера, который занимается обслуживанием вашего сайта. Делает так, чтобы ваш сайт был доступен, чтобы он работал, чтобы его страницы загружались в браузерах посетителей вашего сайта. Понятно, что это не может быть бесплатно, потому что сервер, на котором работает ваш сайт, за него кто-то уже заплатил, его кто-то подключил к электросети, платит за электроэнергию, платит за передачу данных. И там, по сути, вы арендуете вот кусочек этого сервера и просто обычно платите небольшую сумму за аренду. Обычно это от 100 до 300 рублей, если это самый простой хостинг. Ну и дальше там все выше и выше, в зависимости от нужд вашего проекта. по факту получается так, что за этот курс нам с вами нужно зарегистрировать доменное имя и приобрести хостинг, то есть то самое место на сервере, где будет храниться наш сайт, где будут работать все его скрипты, где будет наша база данных и где мы сможем вообще взаимодействовать со своим сайтом. Вот на этом здесь все. Я буду ждать вас в следующем уроке, где мы уже непосредственно приступим к реализации данных задач, жду вас там.